Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан нашей страны по праву удостоенных высокого звания Героя Труда Российской Федерации. Эта награда отражает всю глубину уважения к тем людям, которые настоящим трудом своим, подвижническим трудом, каждодневные работы вписывают в новые замечательные страницы в историю нашего Отечества. Россия всегда славилась своими талантами. Рука об руку с ним идут и трудолюбие, целеустремлённость, ответственность. А самые трудные, казалось бы, недостижимые вершины покоряются, когда к ним присоединяются искренние стремления приносить пользу ради общего дела, ради Родины. Как бы ни менялись времена, именно эти качества помогали и помогают нашим соотечественникам добиваться ярких, значительных результатов в самых разных сферах деятельности – в науке и промышленности, в педагогике, медицине, в спорте, культуре, искусстве. И тем самым приумножать силу и величие нашего Отечества. Именно такими людьми была, есть и будет богата наша страна. Сегодняшние лауреаты – лучшее тому подтверждение. И я рад возможности сказать несколько слов о каждом из них. Уникальное мастерство, золотые руки тульских оружейников издавна известны не только в нашей стране, а и во всём мире. Евгений Анатольевич Дронов всю свою жизнь посвятил продолжению этих славных традиций. Внёс свой значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, в развитие отечественной промышленности. Туляк, сын фронтовика, он шаг за шагом прошёл путь от мастера цеха до генерального директора Тулмашзавода. Постиг все тонкости работы предприятия, сложного организма со своими производственными проблемами, чувствительными для людей социальными задачами. Под руководством Евгения Анатольевича в последние годы освоен выпуск современных образцов военной техники, которые поступают на вооружение армии и флота. А сам завод вновь и вновь доказывает конкурентоспособность своей продукции, свою готовность работать на высочайшем технологическом уровне. Такую же самую высокую планку в работе, в служении искусству всегда ставят перед собой наши выдающиеся детали культуры. Их творческим даром невозможно не восхищаться. В созвездии таких легенд, безусловно, и Марк Анатольевич Захаров. Его театральный, актёрский, режиссёрский талант притягивает к себе миллионы сердец. А Ленком, главное детище Марка Анатольевича, не зря называют не иначе, как легендарным. Уже много десятилетий он одна из самых ярких звёзд на небосводе культурной жизни не только столицы, но и всей нашей страны. Ленком – это всегда поиск и искренность, вдохновение, новаторство. И зритель всегда отвечает любовью и благодарностью. Удивительных, неординарных людей у нас действительно много. И имя Николая Васильевича Карполя наверняка известно даже людям весьма далёким от спорта. Самый титулованный волейбольный тренер мира, самый титулованный тренер России в игровых видах спорта. Николай Васильевич подарил яркие, незабываемые эмоции уже ни одному поколению болельщиков. Он олицетворяет саму победу, внушает уверенность в неё и поклонникам волейбола, и, что самое главное, своим подопечным. Николай Васильевич воспитал немало чемпионок. Своей энергией, характером, своим словом он умеет создать настоящую команду, сплотить людей для достижения общей цели. А это и есть ключ к успеху. Командный дух, чувство локтя важны не только в спорте, а в таком сложном, порой опасном деле, как шахтёрский труд. Здесь эти качества просто жизненно необходимы. В угольной отрасли кузбассовец Александр Владимирович Куличенко работает 26 лет. Руководит горнопроходческой бригадой на шахте Талдинская «Западная-2». Технологии угледобычи меняются, становятся всё более современными, но результат всё равно зависит в первую очередь от навыков и мастерства горняков. Бригада под руководством Александра Владимировича добивается высоких производственных результатов, раз за разом ставит рекорды по скорости проведения горной выработки. А для этого требуется не только опыт и смелость, но и глубокая ответственность, ответственность за своих товарищей, умение руководить коллективом, выверенный, точный поход к организации труда. В совершенстве, освоив технологии горнопроходческой работы, Александр Владимирович передаёт свои знания и молодым шахтёрам, работая не только на сегодняшний, но и на завтрашний день угольной отрасли. Доброму, нужному, благородному и благодарному делу посвятила себя Галина Михайловна Савельева. Она помогает совершиться чудо материнства. Высококвалифицированный акушер-гинеколог, учёный с мировым именем, Галина Михайловна стояла у истоков многих направлений и методик современной перинатологии. Делала всё возможное для того, чтобы сохранить здоровье новорождённым и матерям. Галина Михайловна не только практик и исследователь, но и блестящий педагог. Более 40 лет она руководила кафедрой акушер-гинекологии Педиатрического факультета Медицинского университета имени Пирогова. Воспитала многих прекрасных специалистов. Такая преемственность – это надёжная база для дальнейшего развития отечественной медицины. Дорогие друзья, коллеги, нам ещё предстоит многое сделать, добиться прорыва в самых разных сферах. И решение этих задач прямо зависит от энергии людей, от их заряженности на результат, стремления изменить жизнь вокруг себя к лучшему. Дорогие друзья, вы открываете новые горизонты, подаёте пример профессионализма, увлечённости для своих коллег, для всех тех, кто стремится внести частичку своего личного успеха в общий успех страны. У всех вас свой особый путь к профессиональным высотам, но при этом, думаю, есть и нечто общее у всех. Каждый из вас знает, что действительно успешным, а по большому счёту и счастливым, может быть только тот, кто искренне любит своё дело, кто никогда не успокаивается на достигнутом, раз за разом ставит перед собой новые и ещё более масштабные задачи. Я от всей души поздравляю вас с заслуженными наградами и хочу искренне поблагодарить вас за всё то, что вы сделали и, безусловно, ещё сделаете для страны. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Указом президента Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом звание Героя Труда Российской Федерации присвоено Дронову Евгению Анатольевичу, генеральному директору акционерной компании «Тула-Мах». Завод. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, не скрою, что волнуюсь, получая высокую награду из рук президента. Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за высочайшую оценку моего труда. Эта высокая оценка, она требует и определённой ответственности, высокой ответственности. Я убеждён, что когда вы принимали это решение, вы обратили внимание на работу тульской оборонки. Сегодня хочу заверить вас, что тульские оборонные предприятия готовы выполнить любое решение президента и правительства. Пользуясь возможностью, не могу не поблагодарить коллектив предприятия, многотысячный коллектив предприятия, который в лихие 90-е годы поверил мне, поверил той программе, которая была отработана и сегодня выполнена, которая позволила заводу подняться с колен и сегодня выполнять все задачи, которые необходимо решать по обороноспособности нашей страны. Ну и позвольте мне поблагодарить ещё двух людей, которые очень много сделали для тульской оборонки и продолжают это делать. Это Сергей Викторович Чемизов, руководитель госкорпорации Ростех и генерал-лейтенант, герой России Алексей Геннадьевич Дюймён. Низкая им благодарность. Спасибо за внимание. Захарову Марку Анатольевичу, художественному руководителю Московского государственного театра «Ленком». Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, товарищи, коллеги, я бесконечно благодарен за высокую оценку моего труда. 40 с лишним лет я руковожу театром «Ленком» и за 40 лет у нас не было никаких чрезвычайных происшествий. Мы жили дружно, весело, интенсивно и временами талантливо. Я очень бы хотел поблагодарить тех людей, которых не видно, которые за кулисами. Это художественная машинная компания, которая нигде не обучается. Она обучается сама по себе и становятся выдающиеся художники по свету, по звуку, по электронике. Вот это самое дорогое и прекрасное, что есть в нашем коллективе. Мы и дальше постараемся вносить культурные ценности в нашу великую культуру, в наше великое Отечество, чтобы быть достойными тех наших предков, которые составили честь и славу нашей страны. Спасибо большое! Карполю Николаю Васильевичу, главному тренеру профессионального волейболного клуба «Уралочка». Многоуважаемый Владимир Владимирович, уважаемый гость, пишите мне высказать тоже слова благодарности за высокую оценку моего труда. Ну, мой труд, он венчает, в общем-то, тот успех, который приходится на имя спортсменов, которые становятся олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, чемпионами Европы. Я руковожу клубом 49 лет. 30 из них я руководил одновременно сборными командами Советского Союза и России. Многие десятки их завоевали звание олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Достойно представляли нашу страну, и ту, которая была с нами раньше, и нынешнюю, тоже достойна. Но у каждой из них был тот, кто привел за руку в школу, в детскую школу, все. И нужно работать с ними. И я очень благодарен и им, и этим девушкам, а им особенно благодарен за то, что они воспитали мне такое пополнение. Знаете, свыше 30 человек за эти годы удостоены высоких званий заслуженный тренер России и заслуженный тренер Советского Союза. Многие участвуют в подготовке спортсменов, команд. Я бы выразил благодарность всем тем, особенно, кто работает в нашей Федерации волейбола последние годы. Мы восстановили ту работу, которая должна быть. Наша Федерация восстановила. Я бы отметил особую роль в женском волейболе Свердловской области. За все эти годы руководители, и особенно руководители предприятий, на которых мы трудимся, работаем, которые построили для нас спортивные залы, оборудование, создали все. Я очень благодарен им. Я не буду называть фамилии. Большое спасибо. Еще раз спасибо вам, Владимир Иванович. Уважаемый Владимир Владимирович, это высокая награда. За честный труд всей нашей бригады, всей нашей шахты. Бешахтерский труд, он командный. И каждое трудовое достижение, это награда, я считаю, всего Кузбасса. Угольной столицы нашей Родины. Для нас важно знать, что про шахтеров и их труд помнят и верят, что наш уголь нужен стране. Но я от кузбасских шахтеров, от их семей хочу заявить, что мы никогда не подведем. Спасибо. Савельевой Галине Михайловне, профессору Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Глубоко уважаемый и высоко чтимый Владимир Владимирович, Мне хотелось бы сказать большое спасибо, конечно же, за столь высокую, высочайшую, я бы сказала, награду не только моей деятельности, а деятельности всех акушеров-гинекологов вообще. И, конечно, в большей мере мне хотелось бы поблагодарить и считать своих коллег, которые являются замечательной командой. Правильно здесь было сказано, один ничто в поле войны, а команда может сделать многое. Я хотела бы отметить, что это посуществует награда не только нашему коллективу, а всему акушерскому сообществу, потому что все наши разработки поддерживались всеми акушерами, и мы все пытались внедрять все, что возможно в жизнь для того, чтобы спасти здоровье женщины, матери и ребенка. Мне хотелось бы еще сказать о следующем, что всю свою жизнь мы мечтали, чтобы эта проблема охраны здоровья матери и ребенка стала бы государственной. И, наконец, дождались. Потому что сейчас на самом деле строятся перинатальные центры, на самом деле создаются новые учреждения лечебные, которые оснащены современной технологией. На самом деле мы стараемся повысить качество подготовки работающих в этих условиях. Это трудно, потому что технологии опережают иногда рост квалификации специалистов, но все-таки мы стараемся все это делать. Поэтому, конечно же, принимая эту высокую награду, мне хотелось бы сказать, что все акушеры-гинекологи под руководством великой державы будут делать все для того, чтобы особенно в этих условиях, когда снижается рождаемость, и мама, и ребенок были бы здоровы. И всем вам, вашим семьям желаю, чтобы ваши внуки, ваши дети, ваши правнуки рождались бы здоровыми на благо нашей любимой Родины. Дорогие друзья, я еще раз хочу всех поздравить с сегодняшними наградами. Конечно, за каждым из вас и своя команда, и своя бригада, но все-таки сегодня вы в центре внимания страны, как люди, добивающиеся и добившиеся действительно выдающихся результатов в своей деятельности. Вот Марк Анатольевич сказал, что за 40 лет руководства театром там, слава Богу, не произошло никакого чрезвычайного происшествия. Я хотел бы оттолкнуться от того, что было сказано Марком Анатольевичем, и сказать, что я считаю, что вся ваша жизнь состоит из чрезвычайных происшествий. Вся, причем всех наших сегодняшних награжденных, потому что каждый день, каждый день вы совершаете поступки, которые лежат в основе общего успеха и вашего личного, ваших команд, ваших бригад и всей страны. Спасибо вам большое. Поздравляю вас.